Можно ли вернуть свои деньги, которые перевел мошенникам? Как получить права после лишения за вождение в нетрезвом виде? Эти и другие вопросы задают нам красноярцы, а мы ищем тех, кто сможет на них ответить. Все подробности в нашей постоянной рубрике «Есть вопрос». Я перевел свои деньги мошенникам. Подобные истории мы слышим регулярно. Причем речь, как правило, идет о многомиллионных суммах. Красноярцы интересуются, а можно ли вернуть деньги назад, и если да, то что для этого требуется? Возвращать деньги жертвам мошенников банки начнут уже с 25 июля текущего года. Такой закон недавно вступил в силу. Для этого нужно написать заявление, и в течение 30 дней сумма полностью вернется на вашу карту. Такой перевод доступен только в том случае, если мошеннический счет находится в специальной базе Банка России. Кроме того, теперь все подозрительные операции будут автоматически блокироваться. Если банк видит признаки о том, что совершается какая-то процедура без согласия клиента, он приостанавливает эту процедуру, направляет уведомление клиенту о том, что мы приостановили этот перевод, и дает ему рекомендации по дальнейшим действиям. Ну, то есть, чтобы снизить, скажем так, риск потери денег. Вот. То есть, на это отдается два дня. Садиться пьяным за руль – занятие опасное не только для водителя, но и для окружающих. Неудивительно, что за такое поведение автовладельцы лишают прав на долгое время. Наш зритель спрашивает, а как вернуть свои права назад, если срок лишения закончился? Перед тем, как забрать свое удостоверение, водителю придется сначала доказать, что он может вернуться за руль. Одно из условий – прохождение тестового экзамена на знание правил дорожного движения. Прийти на проверку знаний можно не раньше половины истечения срока. Лишаются по разным статьям. В основном это нетрезвое состояние, либо отказ, то им обязательно нужна медицинская справка. Нужно обратиться в то подразделение, где проходит исполнение административной процедуры, пройти проверку знаний правил дорожного движения, оплатить штрафы и прийти получить водительское удостоверение, которое хранится в данном подразделении. В нашем крае работает более 70 тысяч предприятий. Часть из них считается вредным производством, где работникам требуется постоянный медицинский контроль и санаторно-курортное лечение. Один из работодателей спрашивает, а можно ли провести такие мероприятия бесплатно? Бесплатно провести мероприятия по охране труда не получится, зато есть способ на них сэкономить. Например, подать заявку на финансирование в социальный фонд, который компенсирует часть затраченных средств от 20 до 30%. Всего в крае на такие мероприятия выделили более миллиарда рублей. Заявки на участие уже принимаются. Надо до 1 августа подать заявление к нам, можно это сделать через портал госуслуг, с приложением планов финансирования, где как раз будут перечислены те мероприятия, которые предприятие сочло нужным для себя провести по охране труда. Наиболее популярное это приобретение средств индивидуальной защиты, санкур лечения для работников предпенсионного возраста, работающих пенсионеров, приобретение приборов для безопасного труда. И таких мероприятий, на которые будут выделяться средства, целых 17. Подробнее с ними ознакомиться, а также получить дополнительную информацию, можно на сайте социального фонда или по номеру, который вы видите на экране. А если у вас есть свой вопрос, на который вы не можете найти ответ, задайте его нашей редакции по телефону 2 900 333. Мы также есть в мессенджерах и социальных сетях. Будем разбираться вместе. Дарья Морева, Данил Дубенко и Павел Иваницкий. Седьмой канал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА